Приветствую вас и вопрос, который вы задаете, не является чисто психологическим, по моему мнению. Это больше вопрос этики, вопрос морали. Вот смотрите, какая получается ситуация. Значит, у вас была подруга, вы с ней поссорились. Значит, она вас болела грязью, молодой человек до вас заступился. Почему он до вас заступился? Потому что считает, что вас никто не прямо оскорбляет. Хороший ли это болток? Безусловно. Далее. По прохождению какого-то времени он вновь начал пытаться наладить с ней общение. Почему? Потому что конфликт произошел между вам. Не между ним, а между вами. И, по сути, тот факт, что конфликт был только у вас, а не у него с ним, дает ему право, моральное право с ней общаться. И вы, с точки зрения, вот объективной точки зрения, ну, этому препятствовать не можете. То есть, его отношение с ней никак не влияет на отношение с вами. Ладно. Но. Понять возможно. Ваше нежелание того, что вы мужчина общался с вашей бывшей подругой, которая, безусловно, будет говорить про вас что-то плохое, оно понятно. И упирается исключительно в моральные нормы и этический взгляд на человека. Вот для вас, например, для вас является неприемлемым факт того, что мужчина общается с тем, с кем вы находите в конфликте. И вы, наверное, сами бы так не поступили. Просто из солидарности, из уважения к нему, а он поступил. Таков его моральный взгляд. И с точки зрения взаимодействия между личностями, с точки зрения взаимодействия людьми, вам этот взгляд нужно уважать. Что вы сделали. Расценивать это как, значит, как мы написали, переступление через ваши чувства, опять-таки, это ваше личное восприятие. И другой, любой другой человек на вашем месте прореагировал на это, на этот факт, вероятно, совсем иначе, чем вы. Но он отреагировал на это именно так. Он бы считал возможным, а вы нет. И, безусловно, многие мужчины мыслят в прагматическом. Но, всегда логически, действительно, нет никаких проблем и, кажется, для того, чтобы он общался с вашей бывшей подругой. Но вам-то это неприятно. И он, если любит вас, обязан как бы это учитывать. Потому что, понятно, что от общения его с ней вы счастливее не станете. А для любимого человека важно, чтобы тот, кого он любит, был счастлив. Соответственно, мужчина так сильно о вашем счастье не заботит. Как надо быть. И не готов разделить с вами ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Не готов поддержать вас. А держится в большей степени обособлено. Это не есть хорошо или плохо. Это его выбор. Это его личностный выбор. И это его право. Но ваше право. Принимать его позицию или нет. И если вы считаете, что такое поведение для вас неприемлемо, то вы имеете полную, полную, полную свободу в том, чтобы сказать ему об этом. Известить его о том, что его поступок вам не нравится. Дать ему время осознать то, что вам не нравится этот поступок. И сказать, что в случае, если он будет придерживаться своей стратегии поведения, вы препятствовать этому не станете. Но вы будете делать выводы относительно его отношения к вам. И эти выводы могут негативно повлиять на ваши отношения с ним. И на него самого. И, возможно, вполне, то вы пересмотрите вопросы доверия к нему. Возможно, вы пересмотрите вообще все отношения к нему. Из-за этого. Можете ли вы ему доверять, можете ли вы на него положиться, можете ли вы на него рассчитывать и так далее. Вот об этом нужно его извести. И если вы ему дороги, мужчина сделает соответствующие выводы и не будет общаться с этим человеком. Если вы ему важнее. Ну, а если нет, значит, тогда такой выбор. И вам необходимо сделать то, о чем я сказал только что. Делать выводы и смотреть дальше на отношения человека. При возде 2 ночи уже произвели дело. По крайней мере, первый. Если и будет несколько, то можно делать уже достаточно серьезное предположение относительно того, как человек вас видит и насколько вы ему дороги. Ну, а дальше все упирается уже в ваши личные пределы. Если вы посчитаете, что предел превышен, то до такого человека надо уходить. А если считаете, что еще нет, ну, значит, тогда еще можно с ним побыть. Тут уже решайте исключительно увы. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в ссылочку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Пока. Желаю вам удачи и всего доброго. Заставляет Ваше 14 бюджет Rocky 对.